Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Какой эффект даст лицензирование управляющих компаний и какие проблемы в сфере ЖКХ волнуют сегодня собственников жилья? В нашей студии председатель комиссии по местному самоправлению строительства ЖКХ общественной палаты Самарской области и председатель лицензионной комиссии Виктор Часовских. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие меры вообще принимаются для того, чтобы улучшить качество управляющих компаний? Потому что, как мы знаем, жалоб на их работу действительно много. Да, действительно, жалоб на управляющие компании очень много, и это довольно длительный процесс уже проходит, да, постоянно люди недовольны действиями управляющих организаций. И вот в связи с этим государство начало думать, а что же можно сделать для того, чтобы вот снизить напряженность вот в эту сфере ЖКХ. Рассматривались несколько вариантов, в том числе лицензирование, либо саморегулирование в этой сфере. Все-таки пришли к выводу, что надо ввести лицензирование. Почему? Потому что это более ответственный такой шаг, и он позволяет, в первую очередь, власти и собственникам более конкретно контролировать деятельность этих управляющих компаний. А что из себя представляет лицензирование? Кто курирует вот этот процесс вообще? Как все это выглядит? Значит, лицензирование – это процесс, который проходит, должна пройти каждая управляющая компания, которая управляет нашими многоквартирными домами. До 1 мая все управляющие компании должны пройти лицензирование. Почему? Потому что после 1 мая ни одна управляющая компания без лицензии уже не имеет права работать на этом рынке. То есть задача – получить лицензию. Получить лицензию, то есть разрешение. А что должна сделать управляющая компания, чтобы получить эту лицензию? Для того, чтобы получить лицензию, она должна выполнить ряд операций и выполнить какие-то действия. В первую очередь, это руководитель управляющей компании, либо уполномоченные лица должны сдать квалификационный экзамен. Вот одна из задач лицензионной комиссии, кстати, это принятие лицензионных экзаменов. Все начинается со сдачи лицензионного экзамена. Вот сегодня был второй день, когда мы принимали лицензионный экзамен у руководителей наших управляющих компаний. На сегодня 108 человек уже сдали этот лицензионный экзамен. Получается, это просто довольно… Это теоретические знания или что это такое? Это теоретические знания, это знания, касающиеся нормативной базы жилищно-коммунального хозяйства. Это первый шаг, это первый шаг только. Значит, после того, как они сдадут этот экзамен, они получают аттестат. И только после получения аттестата они имеют право сдавать документы на получение лицензии. Туда входит, вот в состав перечня этих документов, входит сведения о юридическом лице, то есть вся информация, которая касается претендент или руководитель управляющей компании должен быть несудим, должен не быть лишенным лицензии до этого. И самое главное и самое трудное для управляющей компании, на мой взгляд, то, что управляющая компания должна раскрыть стандарты управления. То есть представить полную информацию о тех домах, которыми она управляет. Это вот Е731 постановление стандарта раскрытия информации и электронная ЖКХ. Вот эта электронная ЖКХ должна быть заполнена. А вот информация, что из себя представляет? Какие дома, что они из себя представляют, какие работы выполнялись, баланс этой управляющей компании и так далее. То есть вся информация по дистанции. И финансовая отчетность тоже в том числе, да. Потому что вот это самая скрытая, наверное, информация, которую сложно добиться от управляющих компаний. Ну, в соответствии с Е731 постановлением они обязаны раскрывать эту информацию. Да, а хотелось бы еще вот понять, жители, то есть решение принимает комиссия, а жители как-то могут повлиять? Потому что если хорошо он выучил теорию, не судим, и все у него замечательно. А у жителей сплошные, значит, траты нервов и нарушения, и ничего не сделано. Вот как в этом случае будет? Значит, вот все эти документы управляющие компании обязаны представить в Государственную жилищную инспекцию. Государственная жилищная инспекция, кроме всего того, что они представили, а надо сейчас, соответственно, с поручением губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, получает еще заключение по каждой управляющей компании, которую представили сами собственники. Кто не знает, я просто информирую, что проходил опрос председателей Совета домов в первую очередь, активных собственников, была разработана анкета, и по каждой управляющей компании сформировалось уже определенное мнение жителей. Это будет еще одним приложением вот к тому, что они сдали. Дальше. Орган местного самоправления дает заключение по деятельности этой управляющей компании. Представительная структура, то есть Думы, то же самое дает представление об этой управляющей компании. И все Государственная жилищная инспекция складывает все вместе, и потом выносит на суд вот этой лицензионной комиссии. Да, вот интересный вопрос. И лицензионная комиссия уже принимает решение на основании всего этого пакета документов выдавать лицензию, либо не выдавать. Понятно. Вот это главная задача лицензионной комиссии. А опросы жителей, вот как происходит? Остается не так много времени до мая, да? Когда будут опрашивать? Это было в феврале, и вот сейчас идет этот процесс. Да, вот интересно, в процентном отношении сколько жителей будет охвачено, потому что можно... Нет, процент, пожелание было такое, что представители Советов домов в первую очередь должны пройти, и активные собственники по каждой управляющей компании. И еще вот мы говорим о том, что как собственники могут влиять. А собственники могут влиять... Вот сейчас управляющая компания представила документы на лицензирование в жилищную инспекцию. Государственная жилищная инспекция обязана уведомить орган местного самоправления, допустим, город, о том, что вот такая-то управляющая компания подала документы на получение лицензии. И тогда власть обязана, подчеркиваю, оповестить те дома, которые управляла эта управляющая компания, о том, что данная компания вышла на процесс лицензирования. И здесь собственникам дается право. Они имеют, вернее, обязанность в течение 30 дней, пока рассматривается государственная жилищная инспекция, они имеют право провести общее собрание и отказаться от этой управляющей компании. Вот это очень важный момент. Без объяснения всяких причин. Мы не хотим эту управляющую компанию. И все, и договор с ней считается расторгнутым. Ничего себе, вот это... Вот это достаточно серьезный момент. Да, да, да. Если собственники активны, если им действительно не нравится эта управляющая компания, они могут провести это собрание и отказаться от нее. Да, потому что, как мы знаем из практики, отказаться от управляющей компании очень сложно, если делать это в порядке. А вот здесь никаких проблем не будет. Собрание прошли, приняли решение, все. Это окончательное решение. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Спрашивает Михаил, с какой целью создана ЕИРЦ? Ходил сдавать показания счетчика... А, хотел отправить показания счетчика через интернет. И сказали, что у вас дом кооперативный, и этого сделать нельзя. Значит, ЕИРЦ – это единый информационно-расчетный региональный центр. Его задача – собирать все платежи от управляющей компании, кто заключил договор с ним. И эти платежи расщеплять ресурсонабжающим организациям одной, второй, третьей в соответствии с теми счетами и фактурами, которые получает управляющая компания. По большому счету ЕИРЦ – это бухгалтерия, большая бухгалтерия, которая считает. Значит, все показания приборов учета должны сдаваться в управляющую компанию. И управляющая компания на основании ваших показаний дает данные в ЕИРЦ, а в ЕИРЦ их просто рассчитывают. Вот по большому счету ЕИРЦ – это подушка безопасности для жителей. Потому что сколько было случаев, когда управляющая компания собирала деньги, но ресурсонабжающим организациям не перечисляла. Возникали долги, а ресурсонабжающая организация что делала? Она ограничивала поступление коммунальных услуг, и крайними оставались жители. Вот если управляющая компания заключила договор с ЕИРЦ, то все платежи приходят в ЕИРЦ, и ЕИРЦ само автоматически рассчитывается с ресурсонабжающими организациями. То есть такой проблемы не возникнет. Да, но здесь такая еще проблема. И не возникнет проблема еще такая, когда управляющая компания собирала деньги и пропадала. То есть здесь все деньги вот здесь. Но мы, с другой стороны, доплачиваем за услуги ЕИРЦ? Нет? Нет. Мы не доплачиваем. В том-то и дело, что мы не оплачиваем. Эта доплата за работу ЕИРЦ входит в структуру управленческих функций. Вот мы платим содержание. Вот содержание, если рассмотреть, туда много входит статей. Туда много входит. Допустим, содержание 15 рублей, да, с квадратного метра. Что туда входит? Туда и ВДГО входит, и договоры на обслуживание лифтов, и крыши, и мыши, и так далее, и тому подобное. И в том числе управленческие функции. Это зарплата руководства управляющей компании, отчисления все. Это все договоры, которые она заключает со сторонними организациями. Поэтому мы уже там платим. Понятно. Мы не чувствуем этого. Следующее сообщение. У нас протекают квартиры ЖО-9, наша больничная, 31 адрес. И 32 года у нас не меняли трубы. Вот как реагируется на такие заявления? Есть 32 года. Какой даже есть срок стандартный, когда должен капитальный ремонт пройти и трубу поменять? А вот такого единого срока нет. Нет? Это где-то порядка 30 лет. Вот как сейчас у нас областная программа проведения капитального ремонта. Это усредненные 30 лет, в течение которых во всем доме все элементы должны пройти капитальный ремонт. Крыша, допустим, 10-15 лет. Внутренние коммуникации там 15-20 лет. В зависимости от тех материалов, которые они сделаны. То есть все это разное. Вот по таким вопросам протекает крыша, что-то еще. Обратились в управляющую компанию. Она не отреагировала. Обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию. Сейчас в условиях получения лицензии, имейте в виду, каждое вот такое ваше обращение на особом счету. Почему? Потому что если в вашем доме, с вашего дома поступило два обращения, и по ним Государственная жилищная инспекция выписала предписание, что уважаемые управляющие компании, будьте добры, устраните это. Но они не устранили. А сроки там даются? Да, там даются сроки. Они не устранили одно предписание, они не устранили второе предписание по одному дому. Этот дом изымается из этой управляющей компании, из реестра этой управляющей компании, и отдается либо другой управляющей компании, либо вы выбираете другую какую-то управляющую компанию, либо вам назначают какую-то управляющую компанию. Но вас изымает из этой управляющей компании. И вот если в течение года вот таких домов по площадям будет более 15%, то тогда управляющая компания лишается лицензии. Со всеми последствиями. То есть те, кто руководил этой управляющей компанией, они попадают в черный реестр, в список такой реестр дисквалифицированных лиц и в течение трех лет не имеют права заниматься этой деятельностью. То есть управляющая компания, в принципе, уходит с этого рынка. А прежде чем выдать такое предписание, жилищная инспекция будет проводить какое-то обследование? Конечно, она выходит. Реально нужно или нет? Потому что мало ли что может не устраивать, а потом получится. Если вы обращаетесь к государственной жилищной инспекции, я сразу рекомендую обязательно указать адрес конкретный, что вы хотите, и обязательно укажите свой номер телефона. Почему? Потому что представители государственной жилищной инспекции свяжутся с вами, договорятся, когда подойти, проверить все это, и тогда они уже выписывают предписание. Следующий вопрос, Татьяна Владимировна. По капитальному ремонту вопрос. Звоню сегодня с 12.30 до 17.00. По телефону, который указан в счете как справочный, я плачу каждый месяц, и мне приходит вдруг долг за два месяца, а я никак не могу сделать выверку. Что делать? Значит, я вот пользуюсь тем, что здесь, да, я бы хотел обратиться ко всем нашим телезрителям относительно вопросов капитального ремонта. Вот сейчас получили квитанции с долгом, с долгом, да, начислен долг там у кого-то такой-то, но имейте в виду, если вы платили по всем квитанциям, которые вам приходили, а оплата должна происходить с августа месяца, то есть август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Если вы платили по всем месяцам вовремя, никаких проблем нету. Не волнуйтесь, этот долг просто не успела машина перевести. Деньги зачислены на счет, а конкретную разноску на каждый лицевой счет еще не успела произвести. Поэтому, если у вас есть квитанции, которые оплачены, с отметкой об оплаче, да, их надо сохранить, и не волнуйтесь, этот долг со временем у вас уйдет просто, и когда разноска пройдет, долго не будет. То есть не беспокойтесь, если вы платили вовремя за все эти месяцы, никакого долга у вас нет. Это просто вот автоматика. Почему? Потому что квитанции приходят позже, а расчеты идут раньше. То есть они не успевают разноситься. Вообще, если продолжить эту тему по капитальному ремонту, не будем скрывать, что негативное было отношение к этому, что нужно платить снова деньги, непонятно, когда они пойдут, когда что-то отремонтируют. Вообще процесс платежей как идет, как можно охарактеризовать за это уже длительный срок, платят люди или все-таки маленькие проценты? Сейчас процент уже платежей стал гораздо выше. Сейчас более 50% идет на собираемость этих взносов на капитальный ремонт, и она будет с каждым месяцем увеличиваться. Почему? Потому что здесь были чисто технические вопросы, проблемы. Многие дома просто не попали в эту базу. Сейчас идет сверка этих домов. Сейчас дома вносятся, высылаются квитанции. Понятно, что люди получают эти квитанции, сразу оплатить, допустим, полторы-две тысячи, ну, накладно будем так говорить, да? Ну, по возможности надо оплачивать сколько можете. То есть пока никаких пений, штрафов не будет. Почему? Потому что если это по вине фонда произошло, я думаю, нет смысла им начислять такие процентные ставки. Почему? Потому что, ну, со временем это все отойдет. Все наладится, вот эта база будет сформирована. Представьте, миллион с лишним лицевых счетов в Самарской области. И это постоянно, они меняются. Там квартиры уходят, здесь продается, здесь меняется собственник. И все это меняется. И все это отследить достаточно сложно. Поэтому вот ЕРЦ в том числе занимается этим вопросом. Очень много работы, поверьте. Квитанции приходят за капитальный ремонт. Мы с компанией не заключали договор. У нас крыша течет второй год, ремонт в подъезде не сделан. Заявление в ЖЭУ было передано. 100 рублей в месяц я не платила один месяц. И мне насчитали вдруг долг 595 рублей. И платить я не хочу, потому что такой бардак. Наталья. Дебенко, 157. Наталья, я прошу вас, не путайте, пожалуйста. Вот крыша течет, да, подъезд там не отремонтирован. И капитальный ремонт. Это разные вещи. Вот текущий ремонт крыши, текущий ремонт подъезда должны выполняться за те деньги, которые вы ежемесячно платите. Называется текущий ремонт. Или просто ремонт. Капитальный ремонт, это несколько другие вещи. Это капитальный ремонт крыши. То есть крыша убирается старая, делается новая. Трубы все снимаются, ставятся новые. Лифт снимается, ставится новый. Капитальный ремонт крыши, который второй год течет. И как же так? Это же подразумевается капитальный ремонт как раз. Нет, почему? По крыше, вы сказали, капитальный ремонт. Нет, текущий есть. Вот там, если, допустим, заделать надо дырку в крыше, вот залатать два квадратных метра. Это текущий ремонт, да. А если полностью мы сняли крышу и сделали новый, вот это капитальный ремонт. Здесь вот по этим вопросам, да, вот как раз управляющая компания. Это ее ответственность. И она сейчас должна этим заниматься. И я еще раз говорю, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию. Выйдут представители, составят предписание и заставят управляющую компанию отремонтировать эту крышу. Просто люди у нас порой не знают, а куда обращаться. Они обращаются в управляющую компанию. Обратились раз, два, три. Реакции нет. Ничего нет. Они говорят, ну что это такое? Плохая управляющая компания ничего не делает. Правильно. Ну, ее надо заставить сделать. И вот сейчас, кстати, вот мы говорили о лицензировании. Вот одна из задач, процесса лицензирования, да, вот изменить сознание руководства и работников управляющих компаний. Вот у них сегодня что в голове? Мы главные. Мы главные. Мы главные. Вы нам платите, а мы посмотрим, будем делать или нет. А вот должно быть наоборот. Раз мы, жители, платим вам, мы заказываем эту музыку. И вы должны делать то, что мы заказали. Вот изменить сознание. Вот как раз лицензирование нам поможет в этом отношении. Вы как председатель лицензионной комиссии, вот общаясь сегодня с этими, с председателями, с руководителем управляющих компаний, вот почувствовали вот это, да? Вот действительно? Конечно, конечно, они начинают понимать, что, извините, они завтра получат лицензию. Но эту лицензию надо удержать. А удержать ее достаточно сложно. Вот сейчас одно обращение поступило с дома, второе, два предписания не исполнили, дом ушел. Понятно. Один дом ушел, второй дом, третий дом, и все. Извините, они лишаются лицензии. Они лишаются работы. Не только руководитель, но и слесари, и дворники, и все. Да, да, да. Поэтому думать надо. Следующий вопрос от Валентины Дмитриевны. Почему нам приписывают лишние кубы за воду, при том, что у нас стоят счетчики? Значит, это, я так понял, общедомовые нужды. Значит, разъясняю, уважаемые телезрители, тоже по этому вопросу. Значит, с сентября месяца в одностороннем порядке ряд управляющих компаний городского округа Самара изменил условия договора и заставил вас платить напрямую ресурсоснабжающим организацией, мотивируя это тем, что у них не заключен договор с ресурсоснабжающей организацией. Таким образом, управляющие компании в одностороннем порядке изменили условия договора. Это незаконно, это неправильно. Мы говорили об этом, государственная жилищная инспекция подтвердила, выписала предписание заключить по новой договора управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. А чем чревато то, что вот мы напрямую стали платить? Мы раз мы напрямую заключили договор с ресурсоснабжающими организациями, начали напрямую платить, значит у нас непосредственный способ управления. А я выступаю против него всегда. Почему? Потому что при непосредственном способе управления вот вся разница, которая получается между показаниями общедомового прибора учета, сколько в дом вошло воды, показания вот эти индивидуальные минусуем, остается разница. Вот эта разница вся делится на всех пропорционально площадям. Вот это как раз те общедомовые нужды по три куба, по четыре, кому поскольку начисляют. А мотивы тогда в чем, чтобы заключать эти договоры? А когда управляющая компания, когда она заключила договор с ресурсоснабжающей организацией, то тогда расчеты идут по-другому. То собственникам, нам с вами, она управляющая компания, не имеет права начислить вот эти общедомовые нужды больше, чем определенный норматив. А норматив там есть 0,03 куба, умноженный на площадь подъездов. Там получается, раньше все получали эти квитанции, там было 0,001. Вот это был ОДН. А вот эта разница, оказывается, это потери. А за потери должна была платить управляющая компания. А она с себя сняла это и перевалила на нашу сторону. То есть, уважаемые жители, платите эти потери. Сейчас мы дошли до Генеральной прокуратуры, до Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, вот как региональный центр, я обратился туда, общественного контроля. Значит, уже ряд управляющих компаний начинает заключать договоры. То есть, сейчас все будет возвращаться так, как и было. Понятно. Михаил, если Кооперативный дом заключит договор с ЕРЦ, возможно, будет получать только одну квитанцию с одним счетом, а ЕРЦ будет распределять по организации. Ну, с одним счетом каким? Имеется в виду взнос на капитальный ремонт. Будет в этой квитанции или нет? Если... Сейчас много квитанций нам приходит. За горячую, холодную отдельно. Значит, если это будет в ЕРЦ, да, тогда это будет одна квитанция. Тогда это будет одна квитанция, но капитальный ремонт может быть отдельно, внизу другой штрих-код у него, то есть, эти деньги должны идти на другой счет, отдельно вообще. Даже не заходить ни на один счет в ЕРЦ. То есть, договор, смысл есть заключать в ЕРЦ, чтобы не было... Да, и сейчас есть предложение, да, доп. соглашение мы предлагаем управляющим компаниям, давайте сделаем доп. соглашение, давайте закручим эти договоры, и все платежи пойдут через ЕРЦ. Да, понятно. Это и обезопасит людей, и вот сократит вот это количество бумаги. Да, да, да. Черемшанская, 158, 4-й подъезд. Нужно заменить стояки холодной и горячей воды в подъездах. Мы обращались и к депутату. Депутат нас не принял. Мы отписались в администрацию Кировского района. Они нам ничего не ответили. Что же нам теперь делать? Везде только одни отписки. Значит, стояки холодной и горячей воды. Если полностью менять эти стояки, это уже капитальный ремонт. Если вы частично меняете, то эти частичные, допустим, кусок трубы вырезали, поставили новый. Это частичные. Это по текущему ремонту можно сделать. Первое. Или ждать вам, когда будет капитальный ремонт в вашем доме. Узнать это можно через вот... Потому что, поймите правильно, по системе капитального ремонта за 30 лет, вот эта программа наша, каждый дом должен получить капитальный ремонт крыши, подвала с установкой приборов учета, фундамента, фасада, внутренних коммуникаций. То есть, холодная, горячая вода, тепловая энергия, газ, электричество. То есть, все должно быть заменено. И плюс лифты. Понятно. Это за 30 лет каждый дом должен получить. Потому что многие не понимают, думают, 30 лет, а вот нам крышу только сделают и все. Виктор Иванович, а может быть, есть смысл заменить частично вот сейчас пока, если узнают люди, что там через 6, 8, 12 лет будет капитальный ремонт? Значит, мы должны... Не откажет никто им вот в текущем ремонте. Управляющая компания, вот по текущему ремонту, мы даем задания управляющей компании, должны давать задания управляющей компании в конце каждого года. На следующий год мы должны сказать, уважаемая управляющая компания, мы будем платить вам деньги по текущему ремонту, на эти деньги сделайте нам. Вот это, это и это. Вот это, это и это. Если вы такого не делали, не поздно. Проведите собрание, примите решение и отдайте протокол управляющей компании. Она обязана выполнять то, что вы сказали. Понятно. Да, вот это уже решение. Наталья, текущий ремонт увеличился в этом году, стал 8 рублей, насколько это законно. И хотелось бы прийти к вам лично на прием. Куда? Значит, текущий ремонт увеличивается только по решению общего собрания. Этот тариф содержания и текущий ремонт, он не регулируется государством. Какое решение примет общее собрание, такая сумма и будет. Значит, он может изменяться не чаще, чем один раз в год. Вот если он у вас менялся, допустим, в прошлом году 31 числа, то в этом году он может только в 31 меняться на следующий. Если он в июле прошлого года менялся и сейчас опять изменился, это незаконно. Значит, я нахожусь в Мичурино 46А, кабинет 208. Можете обращаться ко мне. Значит, я сейчас просто занят вот с этим лицензированием, да. И у меня сейчас до конца месяца, каждый день я нахожусь на приеме экзаменов, да. Мне просто сейчас очень тяжело. Давайте, если не горит, вот март потерпим, потому что мне, честно говоря, просто невозможно принять. Физически, да. А в апреле я готов буду, мы еще, думаю, встретимся, я скажу, куда подойти. Ну вот я сказал, Мичурино 46А, кабинет 208. Тамара Георгиевна, почему в Железнодорожном районе с октября месяца нам квитанции на капремонт не приносят? Значит, мне нужны дайте адреса ваши, куда вам не приносят. Вот, ну сотовый телефон оставил Тамара Георгиевна. Оставим, да, тогда я созвонюсь, узнаю. Потому что постоянно мы делаем сверку, какие дома они получают квитанции. И если есть такая возможность, вот кто сейчас нас видит, слышит, да, будьте добры, позвоните, скажите, такой-то дом мы не получаем квитанции. Чтобы мы сейчас отреагировали, чтобы могли срочно подготовить эти квитанции. Потому что, в противном случае, потом придет квитанция с долгом большим, ну тяжело просто оплачивать его будет. Александра интересуется, почему не стало возможным передавать показатели воды холодной по интернету? За что же мы тогда? Ну почему? Я, допустим, я сам вот по интернету передаю за холодную воду и водоотведение. То есть надо зайти на сайт СКС и там посмотреть, там есть передача данных. Попробуйте еще раз. Конечно. Вот не первый раз я слышу, я даже на улице вот подслушал разговор, две женщины стояли, тоже были недовольны. Им приходится ездить, хотя есть интернет, а передать показатели не могут. Вот что-то значит какой-то непорядок. Это зависит может от управляющей компании, но насколько я знаю, я вот передаю. Понятно. И еще мы вот говорили с СКС специально по этому вопросу, вот проблема была с передачей. Да, да, да. Она осталась компанией, СКС? Да, она осталась, почему нет? Мы попросили их наладить взаимоотношения с управляющими компаниями и вот в ЖЭО, в ДЭО, в ДЭЗах везде поставить ящики, как раньше были. То есть можно было, чтобы люди, у кого нет интернета, пришли и бросили те же показания, чтобы не ходить куда-то сдавать эти данные. То есть много таких сейчас появилось ящиков, куда можно бросать эти показания приборов учета. Ну вот у нас минутка остается к сведению просто принять. Валентина Ивановна, Алексея Толстого, 128, у нас льет канализация «Помогите», множество восклицательных знаков. И с января месяца нам прибавили плату за отопление. На каких основаниях? Вопрос по капремонту еще один. Проспект Кирова, 379. Капремонт сделали, спасибо. Но вопрос, мы опять собираем на капремонт? А как же? Какой будет? За какие сборы? А какой нам смысл, если его уже сделали, Марина Николаевна? Ах, так хорошо. Сделали, а теперь что? А вы собрали те деньги, на которые вам сделали капитальный ремонт? Вот я хочу задать вопрос. Извините, если капитальный ремонт стоил 5 миллионов, а ваш дом за это время собрал 300 тысяч. То есть сделали в долг. Теперь спасибо огромное за то, что пришли, время наше закончилось. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok